Что такое здоровье? Всемирная организация здравоохранения формулирует это понятие как совокупность полного физического, душевного и социального благополучия, то есть не только болезни. Для хорошего самочувствия необходимо три составляющие – тело, душа и общество. Так вот, по данным всей той же Всемирной организации здравоохранения, сегодня на планете каждый десятый человек страдает теми или иными психическими расстройствами. Есть ли повод для паники? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, с нашим гостем, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Лариса Горбачева, врач-невролог высшей категории, руководитель реабилитационного центра здоровья. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы сегодня решили поговорить о ментальном здоровье. Тема достаточно редкая в нашем эфире. И, насколько я понимаю, не очень принято говорить об этом в обществе. И те, кто имеют аналогичные проблемы свои личные или родственников, все равно как-то стараются это скрыть и умолчать. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, Инесса. К сожалению, в нашем обществе так сложилось, что психические расстройства – это что-то постыдное, то, что нужно скрыть и не принято выставлять на показ. Несмотря на то, что вы сказали совершенно правильно, что во всем мире, и в нашей стране в том числе, заболеваемость психическими расстройствами достаточно велика, и она растет. Сегодня я бы хотела поговорить с вами и сделать акцент на людях, на инвалидах. Поскольку я руководитель реабилитационного центра для инвалидов вследствие психических расстройств, то хотела бы сделать акцент на работе с инвалидами вследствие психических заболеваний. Давайте тогда, наверное, сначала выясним, кто они, ваши пациенты. Несколько слов об количестве, несколько слов статистики. То есть в нашей Самарской губернии порядка 17 тысяч инвалидов насчитывается вследствие психических заболеваний. Ну вот примерно цифра статистики так и говорит, да, что практически каждый десяток. Практически, да. И психические расстройства на сегодняшний день стоят на шестом месте как причина первичной инвалидизации. Естественно, на первом месте это заболевание сердечно-сосудистой системы и так далее. И вот на шестом месте психические расстройства. Хотя Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что к 50-му году психические расстройства выйдут, по-моему, на третье место. На третье место, да. Я тоже читала такую информацию. Интересный такой факт. А учитывая сегодняшнюю обстановку эпидемиологическую в том числе, конечно, кто знает, возможно, так и будет. Даже не столь интересный, сколько, наверное, настораживающий, правда? Конечно, конечно, да. И вот что настораживает. Я руковожу данным центром уже 20 лет. Центр создался в 2001 году. И в прошлом году мы праздновали юбилей, 20-летие нашего центра. И хочу сказать, что, в принципе, за 20 лет количество инвалидов в нашей Самарской губернии остается приблизительно одинаковым. Ну, в начале, в 2001 году их было где-то 18 тысяч. Сейчас, ну, 16 с небольшим, не дотягивает до 17. И, ну, что настораживает? Растет инвалидизация детей. Мы последние годы особенно видим большой прирост детей страдающих, детей, которые стали инвалидами вследствие различных психических расстройств или неврологических заболеваний. Вот эти цифры настораживают. И мы с вами понимаем, понимаем, что эти дети подрастают и пополняют армию взрослых инвалидов. Хочу сказать, что наш центр принимает инвалидов с 18 лет. Да, продолжая портрет вашего пациента. Да, это наши будущие пациенты. Почему так происходит? Хочется задать вопрос. Почему детей в последнее время становятся детей именно инвалидов с психическими, неврологическими расстройствами, с ментальными нарушениями? А ответ есть на этот вопрос? Ответ есть. И он немножечко парадоксальный. Вы посмотрите, сколько перинатальных центров, современнейших, открыто по всей стране нашей и у нас, в Самарской губернии в том числе, которые оборудованы по новейшему слову технику, в которых работают профессионалы. Мы научились выхаживать маловесных детей. К сожалению, не все они становятся здоровыми. И не всех их удается вылечить. И они пополняют вот эту армию инвалидов. Это вот правда очень парадоксально, то, что вы говорите. Да, это оборотная сторона вот этого технического прогресса, прогресса в здравоохранении. Если кто-то опоздал к началу программы, сообщаю, что сегодня в студии Лариса Горбачева, врач-невролог высшей категории, руководитель реабилитационного центра здоровья. И говорим мы сегодня о людях, об инвалидах вследствие психических заболеваний. О взрослых людях на сегодняшний день. Хотя, в общем, с 18 лет и с такими заболеваниями они, наверное, не очень-то и взрослые еще, да? Да, это не редкость, когда приходит 30-40-летний человек молодой с родителями, и родители зовут его мой ребенок. Вот таков портрет нашего пациента. Что еще хочется сказать? Что преобладают, конечно же, люди трудоспособного возраста. У нас не так много пенсионеров, не так много бабушек и дедушек. В основном это молодежь. А вот они-то сохранили свое психическое здоровье. Крепким. Получается, что так, да? И поэтому я хочу сказать, что одним из основных направлений реабилитации нашего центра является трудовая занятость, профессиональная реабилитация, трудотерапия. Поскольку в основном наш пациент – это люди трудоспособного возраста, это молодежь. Лариса Григорьевна, еще раз вернемся все-таки к заболеваниям. А какой профиль? Вот какой, насколько велик набор вот этих заболеваний, по которым люди попадают? Ну, на самом деле, заболеваний, психических расстройств огромное множество. Но мы для себя, для простоты восприятия можем разделить их на две большие группы. Поскольку, обрабатывая статистические данные тех людей, которые приходят в наш центр, половина из них, а каждый день наш центр посещает порядка ста инвалидов, страдающих психическими расстройствами тем или иными. И можно разделить, половина из них – это люди, страдающие расстройствами шизофренического спектра, и вторая половина – это люди, страдающие умственной отсталостью, различной степени выраженности. Да, есть другие заболевания, органические заболевания головного мозга, эпилепсии и так далее. Но, тем не менее, две большие группы, на которые направлена работа наших специалистов и программы рассчитаны, программы реабилитации, на эти две большие группы, поскольку подход несколько различен к двум этим категориям инвалидов. Вот я сейчас рискну задать очень дилетантский вопрос. Правильно ли я предположила по этим двум группам, что шизофренические расстройства – это расстройства, приобретенные в течение жизни, а умственное осталось с рождения или нет? Ну, вы знаете, бывает по-разному. Бывает по-разному. Здесь, конечно, вопрос, наверное, касается наследственности. Может быть, вы это имели в виду. То есть, конечно, психические расстройства, как правило, в 90% случаев, они наследуются. Но это не приговор. Это не значит, что в 100% случаев человек, если его родители больны или другие родственники, он наследует вот это заболевание. Предрасположенность к этому заболеванию – да. Но она может так и не реализоваться в течение жизни. Если он будет жить в благоприятных условиях, в благоприятных психологических условиях, в благоприятных социальных условиях, то эта предрасположенность может не реализоваться, и человек может прожить здоровую, благополучную жизнь. А каковы тогда причины психических расстройств и что может спровоцировать? Почему психика дает сбой? Ну, как я уже сказала, что одна из основных причин – это, конечно же, наследственная предрасположенность. Но биопсихосоциальная модель, которая принята в психиатрии, которая принята во всем мире, сейчас учеными всего мира, говорит о трех составляющих. Вы сказали об этом в своем определении. Первое – это тело, а это наследственность, значит, генетическая предрасположенность, различные хромосомные аномалии, аномалии обмена нейромедиаторов, врожденные какие-то, может быть, инфекции или травмы во время родов, которые произошли. Затем психологические факторы, которые также могут быть… То есть душа. Да. То есть это врожденная сенситивность, может быть, восприимчивость, чувствительность, чтобы было понятно к раздражителям, к внешним раздражителям. И третий – это социальные факторы. Вот этот весь мир жестокий, страшный, такой вот стрессовый, который окружает нас, он тоже может быть фактором, который будет… создаст прецедент и вызовет заболевание. Но, как правило, если есть предрасположенность, как я уже сказала, если есть генетическая предрасположенность, то вот эти все неблагоприятные факторы могут послужить толчком для развития заболевания. Вот у нас состояние стресса очень сильно увеличивается, а ресурсы организма человеческого, они, в общем-то, ну, какие были, такие и есть, да? У нас и пандемия коронавируса, у нас тут и эбола, и оспа обезьян где-то там, в общем, не знаю, что-то. Почувствовали вы вот за эти два, ну, уже третий, наверное, что ли, год немножечко даже запуталась по поводу коронавируса, почувствовали вы увеличение количества пациентов? Ну, может, не так быстро, конечно. Смотрите, Несса, мы же работаем с инвалидами, а инвалид – это человек, который уже, как правило, длительное время болеет, имеет большую историю болезни, уже получил инвалидность и реабилитируется в нашем центре не один год. Я думаю, и я не думаю, я знаю это, что вот лечебная сеть, специализированная лечебная сеть нашего города и в нашей стране, они почувствовали увеличение тревожных расстройств различных. Ведь не все заболевания психические ведут обязательно к инвалидизации. Бывают различные реактивные состояния, какие-то тревожные расстройства, которые человек перенес, вылечился и забыл, и живет дальше счастливо и здорово. Вот. Поэтому я думаю, вот этот вопрос нужно адресовать врачам в лечебной сети, в психоневрологических диспансерах, в стационарах психиатрических. Вот там они вам скажут, что да, действительно, количество тревожных расстройств в связи с пандемией, в связи с последними событиями возросло. А вот смотрите, сегодня очень модное, скажем так, слово депрессия, она есть, наверное, ну, я не знаю, не буду сейчас статистикой заниматься, но тем не менее все знают, что это такое. И насколько это опасно, насколько это близко к нарушению ментального здоровья? Ну, смотрите, депрессия – это психическое расстройство, это заболевание. И это уже заболевание, да, и это достаточно серьезное заболевание. И в народе бытует мнение, что с депрессией не следует идти к врачу, особенно если это мужчина. Мужчина должен взять себя в руки, быть сильным, быть волевым и справиться самостоятельно со сниженным настроением, вот одним из проявлений которых является депрессия. И здесь хочется насторожить людей, у которых есть близкие или родственники, или соседи, которые страдают депрессией, что это заболевание не такое простое, как кажется. И наступает момент, когда человек не может справиться, не может справиться со своим недугом, и вот здесь необходима помощь квалифицированного специалиста. Поскольку именно при депрессиях, особенно при тяжелых депрессиях, великий риск суицида среди пациентов. Поэтому вот здесь совет, добрый совет, обращаться к специалистам. А у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос доктору. Да. Вот мне 72 года, у меня в последнее время очень хуже кратковременная память. Я не могу вспомнить, что звонила я или не звонила. Фамилия, артиста не могу вспомнить. Смотрю, вот знакомая, не вижу, не пойму, что это за артист. Мне к неврологу надо обратиться или к психиатру? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Конечно, на начальных этапах вы можете обратиться к неврологу. И это будет вам полезно, вам будут назначены специальные препараты. Как правило, сосудистые препараты или различные метаболические препараты, которые помогут вам поддержать вашу память, поддержать вашу сосудистую систему обмен веществ в головном мозге и как-то притормозить процесс развития когнитивных нарушений, которые рано или поздно все равно с возрастом наступают, обмен веществ замедляется в головном мозге и требуется определенная помощь. Поэтому на начальном этапе, если вы недавно начали замечать вот такие вот симптомы, вы можете обратиться к неврологу. Я напомню еще раз, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам можно позвонить. А вопросы сегодня можно задать врачу-неврологу высшей категории Ларисе Горбачевой. И мы говорим о реабилитации людей с инвалидностью вследствие психических расстройств. И я думаю, прежде чем... Ну, уже давно пора все-таки перейти непосредственно к работе вашего центра. Но мы там побывали. И наш корреспондент сейчас вам расскажет о том, что он там увидел. А потом мы продолжим разговор. Настоящие чувства не знают преград, считают Игорь Галкин и Екатерина Лошкарева. Вместе уже 14 лет. Их история любви непосредственно связана с реабилитационным центром для инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье». Пришел в центр, поступил в арт-студию. И по совету специалиста я пошел учиться. Поступил в 11-е училище. Там встретил Катю. И вот до сих пор вместе. Ей было трудно трудоустроиться после училища. И мне посоветовал ей попробовать здесь, тут же шевельный цех, я знаю. Ежедневно центр посещает порядка 100 человек. Здесь можно получить не только медицинские услуги, но и пройти развивающие тренинги, посетить психокоррекционные занятия, трудоустроиться в мастерские центра. У нас предоставляется комплексная реабилитация. Ребята проходят и трудовую реабилитацию, и медицинскую реабилитацию. У нас ребята, которые проходят трудовую реабилитацию, трудятся в цехах. Это закроенный цех, это тароупаковочный цех и швейный цех. Главная задача реабилитационного центра – развить навыки самостоятельности. Поэтому здесь все, как в обычной жизни. Создаются семьи. За время работы центра образовалось пять пар. А если в отношениях случается небольшой разлад, на помощь приходят психологи. У нас был небольшой кризис. У нас ученик и психолог центра нам помогал его разрешить. Попасть в центр можно по направлению врача. Укреплением семей тоже занимаетесь, да? Да, конечно. Ну, прекрасные ребята, которых мы увидели. В какой помощи нуждаются такие пациенты? Что им необходимо, вот когда они приходят к вам? Ну, конечно же, все индивидуально. Очень индивидуально. Поскольку я вот остановилась на проблеме трудоустройства, инвалидов с психическим расстройством. И ребята подтвердили мою мысль о том, что данной категорией инвалидов зачастую бывает достаточно сложно устроиться. Найти работу, конечно. Найти работу. И здесь не только они виноваты. Общество еще не совсем готово принять инвалидов с ментальными нарушениями, принять к себе и трудоустроить. И поэтому специалисты нашего центра ведут большую работу и пропагандистскую информационную работу с населением, для того чтобы объяснить, что люди, страдающие психическими расстройствами, они, во-первых, не так страшны. И они не угрожают ничем, ни работодателю. И они в состоянии, многие из них в состоянии при наличии качественного лекарственного сопровождения, например, выполнять свои трудовые функции очень долго. Но кроме трудовой реабилитации, конечно же, мы предоставляем целый спектр реабилитационных услуг. Это и социально-медицинские услуги. Конечно же, врач-психиатр сопровождает весь процесс реабилитации, разрабатывает программу индивидуальной реабилитации наших инвалидов, проходящих курс. Затем социально-педагогические услуги, в нашем центре есть педагоги, есть социокультурные услуги. Вы слышали, что в нашем центре уже более 10 лет, в седьмом году создана арт-студия «Душа». И вот Игорь Галкин, он исполнил первую роль Митрофанушки в известной спектакле, постановке, фан-визе. Классику ставите. Это был наш первый спектакль, да, и как бы вот он прекрасно справился со своей ролью. И на сегодняшний день в нашем репертуаре более 10 спектаклей. И я хочу сказать, что ведь постановка спектакля, арт-терапия, это не просто развлечение для наших... Вот да, хотела бы как раз об этом спросить. Да, сам спектакль – это не самоцель. В процессе работы, в процессе, в репетиционном процессе мы преследуем лечебные цели. То есть, посмотрите, люди, которые наши пациенты имеют, например, когнитивные нарушения. В процессе заучивания роли развивается память, внимание, интеллект, мышление. Затем подбор ролей осуществляется совместно с психологом. Психолог после психодиагностического исследования может вместе с режиссером посоветовать режиссеру, что вот данному конкретному пациенту желательно исполнить вот такую-то роль. То есть некое проживание проблемы, да? Чтобы отработать какой-то поведенческий паттерн, например. Или развить способность к коммуникации, к эффективной коммуникации. Вот когда Игорь пришел к нам в реабилитационный центр, Игорь Галкин, герой сюжета, один из героев, то он был скромным, застенчивым, молодым человеком, с достаточно выраженным дефектом речи. И вот в процессе, вот уже с четвертого года, вот 14 лет они только с Катей вместе, все это время они посещают наш реабилитационный центр. И занятия систематические, сценической речью в том числе, привели к тому, что речь его стала гораздо более чистой, правильной. Он стал более раскрепощенным, у него появились друзья, больше друзей и в нашем центре, и не только в нашем центре, и там, где он живет, во дворе. Лариса Григорьевна, перебью вас, давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить у врача-невролога, что такое психоз, который связан с любовной лихорадкой. Это речь идет о молодых людях. А вас этот вопрос интересует в принципе, или у вас есть где-то рядышком такая проблема у кого-то? У меня есть рядышком проблема такая. Мы поняли. Смотрите, я отвечу, наверное, следующим образом. Наша специализация нашего центра – это реабилитация инвалидов с психическими патологиями. Вы говорите об остром состоянии. Острыми состояниями занимается врач-психиатр. И я бы порекомендовала вам обратиться, конечно, в психоневрологический диспансер, диспансер к участковому психиатру или любому другому психиатру, которые смогли бы вам помочь в вашей проблеме. Серьезная, похоже, проблема. Человек звонит с такими. Лариса Григорьевна, ну а у вас-то в центре психиатр есть? И вообще какие специалисты работают с вашими пациентами? Как я уже сказала, врач-психиатр. Затем врач-невролог, врач-терапевт. То есть помимо того, что врач-психиатр отслеживает текущее состояние пациента во время реабилитации, то мы имеем возможность коррекции различных соматических нарушений, если они не требуют, конечно, госпитализации. У нас есть физиотерапевтический кабинет. Есть из медицинского персонала врач лечебной физкультуры. И инструктор лечебной физкультуры подбираются специальные программы для наших пациентов. Мы активно участвуем в различных спортивных, физкультурных мероприятиях и соревнованиях. Есть такая Special Olympic Games, это специальные олимпиады, рассчитанные на лиц с когнитивными, с ментальными нарушениями. И мы ежегодно готовимся под руководством наших инструкторов ЛФК, принимаем участие в данных соревнованиях и даже занимаем почетные места. Кроме того, конечно же, психологи. Хочется сказать, что в нашем центре работают медицинские психологи, те, которые закончили наш медицинский университет и обладают необходимыми знаниями. Специалисты по социальной работе занимаются социальными вопросами, вопросами социальной адаптации наших пациентов и также педагоги. Кроме того, юридическую помощь могут получить в стенах нашего центра наши подопечные. То есть вот такой вот огромный спектр услуг мы можем предоставить. Ну, действительно, огромный. Ну, мы сейчас видели ваших двух пациентов. А скажите, у всех ли так позитивно идет реабилитация? Еще раз перезадам вопрос после того, как послушаем телезрителей. Алло, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а вы можете сказать, где находится ваш центр? Я думаю, можем, конечно. Конечно. Наш реабилитационный центр находится по адресу Нагорная, 66, на территории психиатрической, Самарской психиатрической больницы. Тогда, наверное, надо сказать, как, что, любой желающий может... Любой желающий... Посмотрите, если у вас есть инвалидность, вы страдаете психическим расстройством, вы должны взять направление уча-сколу-психиатра, психоневрологическом диспансере. У вас должна быть индивидуальная программа реабилитации. И с этими документами вы можете прийти в наш реабилитационный центр, и наши специалисты помогут вам оформить все документы и поступить к нам на курс. Но, кроме того, как мы уже сказали, кроме нашего центра, который принимает взрослых людей, страдающих психическими расстройствами, как я уже сказала, растет заболеваемость среди детей. И я хочу сказать, что у нас в Самаре и в Самарской губернии есть реабилитационные центры для детей, которые принимают и оказывают комплексные реабилитационные услуги детям с подобной патологией, с неврологической патологией, с психиатрической патологией. Один из таких центров – это областной реабилитационный центр для детей и подростков, который находится на улице Чернореченская, 36. Это один из лучших реабилитационных центров для детей в нашей Самарской губернии. Но также и во многих наших районах у нас их 11 реабилитационных центров для детей. И они все принимают деток с ментальными нарушениями, с когнитивными нарушениями, с психическими расстройствами и с неврологическими заболеваниями. Так вот, я пыталась спросить вас, насколько эффективна может быть реабилитация? Всегда ли она так прекрасно проходит, как, например, у Игоря? И под... Да, все, собственно. Хочу становиться на цели. Цель – реабилитация нашей работы, работы нашего центра. Конечно же, мы с вами понимаем, что психические расстройства, как правило, это хроническое заболевание. И мы их не лечим. И мы не ставим своей задачей вылечить это заболевание. Наша задача – научить нашего подопечного жить с этим заболеванием, научить справляться с теми тяготами, которые связаны с данным заболеванием. И для этого у нас существует много методик, разработанных в нашем реабилитационном центре. Психообразовательная методика. То есть нашего подопечного надо научиться распознавать, например, признаки вступающего обострения, начинающегося обострениями, обострения заболевания, если речь идет о различных расстройствах шизофренического спектра. Приемом совладания, приемом совладания с психопатологической симптоматикой, с тяжелой психопатологической симптоматикой. И если это касается лиц с умственной отсталостью, здесь различные занятия, направленные на развитие когнитивных функций, нейрокогнитивные тренинги, которые проводят психологи и специалисты по социальной работе. И наша задача в итоге научить наших подопечных жить самостоятельно, организовать их упорядоченную, автономную и относительно самостоятельную жизнь, конечно, в зависимости от того состояния, в котором они находятся. Хочу сказать, что в нашей губернии 11 специализированных психоневрологических интернатов для взрослых и два для детей. Это психоневрологические пансионаты. В них находится порядка, проживают, проживают порядка трех тысяч инвалидов с психической патологией. И мы хотим сделать так, чтобы те пациенты, те подопечные, которые, инвалиды, пришли к нам в центр, и на протяжении многих лет ходят к нам в центр, тогда, когда их родители уйдут, чтобы они не поступили в этот пансионат, они смогли жить самостоятельно, остаться жить в своей квартире, далеко не у всех это получится. Но мы в Самарской губернии пытаемся построить систему социального сопровождения. И о том, что эта система все-таки эффективно работает. Мы говорили, мы практически на протяжении программы, и вы видели как минимум героев сюжета. Лариса Григорьевна, спасибо за участие в нашей передаче. Надеемся увидеться с вами еще и вновь, есть о чем поговорить. А со зрителями увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо. До свидания.